Итак, всем привет! Уже несколько раз задают люди вопрос как отрегулировать тросик или почему происходит такое что в одних случаях чуть только прикоснешься к кругу газа, мотор моментально взрывает и ву-ву-ву начинаются обороты, так прям слишком резво реагирует, так вот, хочется плавно а оно ву-ву-ву моментально на самые высокие обороты вот, а в других случаях наоборот приходится нажимать курок аж, 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 аж до конца вот, и постоянно его держать чуть только отпустил обороты движка спали прям до холостых, еще до половины отпустил, а обороты уже все практически холостые, дальше отпускаешь ничего не происходит сейчас я это покажу и так в данном случае это уже идет не регулировка карбюратора вот, потому что регулировка карбюратора это регулировка по сути ну, в плане вот этих оборотов то может регулироваться только холостой ход есть в карбюраторе такой винтик холостого хода он лишь ограничивает ограничивает докуда опускается вот этот тросик вот, стоит его выкрутить влево, холостой ход уменьшается стоит его закрутить вправо сильнее, сильнее закрутить вправо он поджимает уже вот так карбюратор и хоть ты курок совсем отпусти он будет работать на высоких оборотах но это это влияет только на холостой ход так, только на холостой ход когда отпущен курок что же надо сделать, чтобы если слишком слишком поздно реагирует курок что продавливаешь пол курка и только тогда начинает реагировать обороты движка нужно натянуть тросик для этого обычно используется ключик вот, в котором есть 10 и 12 вот, может быть еще 8 в некоторых моделях ключик на 10 и так это ключик, которым откручивается стопорная шайба дальше обычно руками выкручиваем вот в эту сторону вот так в эту сторону выкручиваем чтобы эта резьба как бы начала вылезать вылезать, вылезать, вылезать что теперь происходит теперь стоит мне вот буквально на миллиметрик только шевельнуть курочек видите, уже реагирует я только-только пальчиком прикоснулся о, уже реагирует уже обороты движка давайте посмотрим как это будет происходить на практике так, сейчас мы его подкачаем подкачаем так, сейчас мы будем Так, крок реагирует просто крайне-крайне чутко. Так, вот. Теперь обратная ситуация. Если мы закрутим его слишком вовнутрь, можно оттягнуть вот так чехол. Здесь уже ключик на восьмерочку. Так нам поможет, если руками плохо закручивается. Теперь нам надо будет прожать весьма так сильно курок. Давайте еще закрутим. Вот это та ситуация, которая у некоторых говорит, мне все время приходится курок держать до самого конца, вот, нажатым. Все время, и говорит, уже рука устает постоянно держать, нажатым до самого конца, утопленным. А в некоторых ручках очень тугая пружина, и она очень отжимает палец, и палец начинает болеть. Вот теперь пробуем, что теперь происходит. Ну, видите, да, чтобы среагировало, то надо прожать его до середины, и только тогда начинается движение здесь. Здесь только тогда начинается движение в карбюраторе, открытие заслонки, и только тогда начинаются обороты. И чтобы какие-то обороты ощутимые были, придется все время держать вот так, утопленный палец. Так вот, какое именно должно быть натяжение, проверяется это все на практике. Так, открутили себе, насколько захотели. Так, открутили. Открутили, попробовали. Так реагирует, так. Уже что-то наугад завели, попробовали. Так, слишком поздно реагирует. Еще натянули, еще выкрутили. Посмотрели. Вот, нормально реагирует. Еще натянули. Посмотрели, прям слишком уже резво рвет. Потому что можно настолько выкрутить, так что, смотрите, уже даже холостой ход. Вот, если слишком, ну вот здесь вот хорошая коса, здесь сложно выкрутить лишнее или закрутить сверх меры. Но все же, что уже так выкрутишь, что уже на холостом ходу будут по-любому обороты. Независимо от того, насколько ты открутишь этот винт. Понимаете, уже будет на самом старте перетянуто из-за этого кожуха. Вот, все зависит от того, какая модель косы, какое соотношение там длины тросика, кожуха в этих. Вот, они всегда немножко отличаются, так нет ничего идеального. Вот, значит, закрутили, подобрали свою скорость и потом десяточкой уже вот так чик и прижали этот винтик. Этот винтик служит для стопора, да, контргайчка, чтобы оно не разбалтывалось, не раскручивалось. Все, после этого, вот, надеваем наш карбюратор, возвращаем все как было. Вот, и пусть служит на славу. Вот, теперь еще. Бывает, регулируешь это все, регулируешь, еще что-то не то. Вот, значит, невозможно отрегулировать все, потому что могут быть проблемы в ручке. Так, если в ручке, вот, сорван тот кожух, который должен держать тросик, то возникнет следующая проблема. Ну, например, внутри ручки. Внутри ручки была ситуация, да, китайские ручки, это вообще отдельная тема, это можно полдня рассказывать. Значит, кожух, кожух вот этот тросик, а внутри ручки, он там упирался в такую пластмасску. Пластмасска-то очень хлипкая, слабая, он просто продавился сквозь нее, так. Соответственно, натяжение тросика никакое, потому что он должен упираться, и тогда тросик натягивается. А если упора нет, что в карбюраторе, что внутри ручки, он провалился. И его здесь выкручивай хоть совсем на максимум, а нет, нет натяжения, и все, ручкой газуй как угодно. А оно не газует, то надо уже лезть в ручку. Еще одна ситуация, когда отпускают ручку газа, а оно вяжет и вяжет и вяжет, все равно большие обороты, и очень долго спадает. Тут уже дело в смазке тросика. Вот здесь, где свободный конец тросика, где он входит внутрь, жаль, что уже закрутил, капнуть несколько капель масла, и вот так вот его прогазовать. Вот, если этого не помогает, нужно лезть в ручку, разбирать, смотреть, как оно там устроено. Ну, и еще один момент. Тросик желательно цеплять хомутами так, чтобы он не шел здесь, и он не нажимался, вот этот, не нажимался, не натягивался при движениях. Потому что бывает, что при повороте, если он где-то вот здесь вот так идет, вот, ты его прижимаешь к телу, так, происходит оттопыривание вот такого кожуха, и, соответственно, тросик внутри либо натягивается, начинает внезапно подгазовывать, хотя ты вроде бы не дожимал специально газ, но задницей ты натянул, и оно само по собой газануло. Вот, или начинает, или другая ситуация, клинить, переклин, так, вот так вот переклинит где-то, если неправильно, плохо подцепили. Все должно быть плавно. Перегнется, так, и ты газуешь, газуешь, оно что-то плохо, туго реагирует. Тоже таких вещей надо избегать. Ну, а ручки, особенно китайские, это целая, огромная, отдельная тема. Если хотите, чтобы разобрал, показал ручки, так, что там надо смотреть, как оно устроено, и какие там проблемы, вот, до этого момента, вот, то лайкните и напишите в комментариях, чтобы еще разобрал такой вопрос, как ручки. А так, пока что все, надеюсь, был полезен. Все просто и доступно. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok